Мы ожидали сегодня тяжелую игру. Я считаю, что Динамо самая играющая команда. Они играют футбол. Они не выбивают мяч куда попало, не бьют куда попало. Стараются играть футбол. Очень хороший тренер, который поставил игру и научил ребят. Так как правильно играть было, я был готов сегодня с любой командой играть. Но только не с Динамо. Потому что я понимал, что будет тяжело. Ну и у нас, понятно, наслоились выезды. Из-за карточек пропускал Момат. Из-за травмы муховиков. У нас настолько еще нет равноценных замен. Поэтому потери были. Чучман играл с температурой. Потому что играть больше было некому. Но вообще по игре, поначалу Динамо играло в футбол. Мы старались навязать свою, но не получалось. Во второй половине первого тайма мы начали играть. Они нам мешали, не давали, пытались не дать нам. Ну, в принципе, как бы на встречных курсах игра проходила. Могли выиграть. Они могли бы мы выиграть и мы. Особо много моментов не было, как у нас в предыдущих играх было. По пять, по семь моментов за игру. В конце, да, могли где-то чуть дожать. Ну, видно, что футболисты подустали все-таки. Наелись. Замены, которые сегодня сделал, они ослабили игру. Больше вариантов не было. Замены надо было делать, потому что те, кто поменяли, у них были травмы. Хотелось очень сильно выиграть. Могли подняться неплохо. Ну, я считаю, для команды, которая собрала 4 месяца назад, в принципе, неплохой результат. Да, где-то чуть-чуть есть, как бы, такое ощущение, что играли-играли и чуть-чуть не доиграли. Буквально там одну-две игры. Ну, было бы удивительно, если бы мы без инфраструктуры, без ничего, с одним автобусом и с раздевалкой заехали бы на первое место. Это просто была бы какая-то фантастика. Потому что, ну, видели, где мы тренируемся. На площадках, в сквере, где придется. И, как бы, для нашей команды это, ну, я считаю, что закончили неплохо осеннюю часть чемпионата. Поэтому, как бы, хочу поблагодарить футболистов за то, что они играли на пределе и выкладывались в каждой игре. Мы не можем ни одной ру сказать, что они где-то не хотели или стояли. Болельщиков, которые нас поддерживали, ультрас. Ну, и самое главное, это Сергея Кантера, который подобрал команду, которая уже катилась во вторую лигу. И вложил силы, средства вместе с заводом «Экватор». И, в принципе, сделали добротную команду, за которую сейчас не стыдно. Каковы дальнейшие планы, Ислан Михайлович? Дальнейшие планы, ну, мы вчера разговаривали по поводу дальнейших планов с Кантером. Он уже начал работать, был вчера у губернатора. Встречался с мэром, будет еще встречаться. Нужна помощь, потому что ему одному очень тяжело. Как бы, сейчас команду отпускаем отдыхать. Надо им выплатить премиальные. Как бы, никто не ожидал, что премиальных будет много. Поэтому они чуть-чуть там наслоились. А так, будем искать помощников, потому что очень тяжело. Ему держать команду. И надо, чтобы кто-то еще помогал. Услан Михайлович, нового руководства от мэрии. Будете встречи делать? С мэром? Да. Ну, планируется вообще. Мы хотим... Сейчас чуть-чуть утихнет, собрать болельщиков, журналистов. Сделать, как бы, встречу с болельщиками. Ну, обговорить все проблемы и вместе искать выход, чтобы сохранить эту команду. И чтобы у нас не получилось, как всегда, что мы только начинаем подниматься вверх, и у нас это все резко очень заканчивается. Самое главное для нас это сохранить то, что есть, и постараться зимой усилиться, и весной достойно закончить чемпионат. А до какого числа отпуск будет? Ну, ориентировочно до 15 января. Раньше нет смысла начинать, потому что чемпионат будет в конце марта, и это просто так собирать, лишь бы собрать, нет смысла. Пускай отдыхают, залечивают травмы, и уже соберемся после Нового года, после праздников, и будем готовиться. Ну, будем надеяться, что это произойдет, и у нас ничего не поменяется, и команду удастся сохранить, и клуб тоже. У тех ребят, которые была малая игровая практика, будут заявлены в зиму чемпионат-бору за вторую команду? Я думаю, да. Или с кем-то уже ведется разговор, по-первых, ходят в другую команду? Ну, насколько у меня информация, четырьмя нашими футболистами интересуются клубы «Премьер Лиги». Это Батюшин, Чучман, Любчак и Сикорский. Четырьмя. Это те, которые еще месяца три-четыре назад были не нужны никому. Контракт действует до длиния месяца? Контракт до лета, да. Ну, понятно, что мы никого отдавать не будем, будем усиляться еще. Я думаю, что сейчас к нам уже футболисты поедут, потому что раньше боялись. Если я кого-то приглашал, то он говорит, я еду в Ахтырку. Второй говорит, я еду в Горняк. Понятно, что никто не хотел ехать, зная наши все всегда проблемы клуба, боялись. Ну, я думаю, сейчас желающие будут, и уже как бы футболисты некоторые уже звонили, спрашивают.